Доброе утро, город! В эфире Сургут-24. Во дворах ветеранов накануне зазвучали песни военных лет. В преддверии 9 мая у сургутских домов, где живут герои Великой Отечественной войны, началась акция «Парад Победы». Поздравляют, говорят слова благодарности, дарят цветы под музыкальное сопровождение мобильной агитбригады с артистами, кадеты, юнормейцы, волонтёры Победы. Подобные концерты в понедельник состоялись под окнами Ханы Дворкиной, Виталия Шалабады и Николая Маевского. Дорогие мои, я благодарю. Я такого не ожидал. Я вместе с вами и Катюшу спевал. Я Катюшу очень хорошо знаю и спевал, слезами на очах. Я вас очень благодарю, мои дорогие. Один из пешеходных мостов в парке Засаймы отремонтируют. Речь о переходе в рекреационную зону со стороны набережной Ивана Кайдалова. Мост ещё называют зелёным по цвету установленных на нём фонарей. Открыли его больше 20 лет назад, в 2003-м, и с тех пор по большому счёту только подкрашивали. За годы эксплуатации подошло время более капитального обновления. На тротуарах провалы, что ведёт к образованию луж, между которыми пешеходы вынуждены лавировать. Мост поставили в программу ремонта, запланировали финансирование, определили подрядчика. Контракт мы заключили 22 апреля, но погодные условия раньше не позволяли приступить к работам. Вот с этого дня мы приступаем к работам. Окончание работ 30 июня. Мы будем снимать основание, песок, щебень, покрытие, смотреть, уплотнять это всё, чтобы ликвидировать провалы. Чтобы жители не беспокоились, трафик по мосту будет сохранён. Да, возможно, где-то будет не совсем удобно, но, тем не менее, передвигаться частично по нему будет можно. Возможно, в этом году встанет на ремонт и ещё один пешеходный переход через Сайму от проезда Тихого к центральной аллее парка. Произойдёт это в том случае, если на заседании городского парламента в опросе корректировки текущего бюджета города депутаты поддержат соответствующее предложение. Стоимость ремонта моста от Ивана Кайдалова составляет около 2,5 миллионов рублей. Демонтируют отслужившую тротуарную плитку, укрепят основание, вымастят новое покрытие из высокопрочной брусчатки. Также покрасят ограждения и опоры освещения. Для сдачи итоговой аттестации учениками девятых классов в Сургуте проводят финальную подготовку образовательных учреждений. Отмечу, что в этом году испытания пройдут 5000 школьников. Напомню, первый экзамен для ребят проведут уже 21 мая. Ученикам предстоит написать его по английскому языку. Аттестацию проводят в два дня. Первый этап – письменная часть, продолжительностью два часа. Второй этап – устная, ее каждый пройдет максимум за 15 минут. Сейчас в школах ведется финальный этап подготовки. Проверяют работу оборудования для печати контрольно-измерительных материалов, а также функционирование камер видеонаблюдения. Мощность нашего образовательного учреждения в рамках проведения ОГЭ – это 20 аудиторий, 300 посадочных мест. Все аудитории, которые используются для проведения ОГЭ, размещены на втором и третьем этажах. Все аудитории обеспечены всем необходимым техническими средствами. Особенность этого экзамена в этом году заключается в том, что тираж контрольно-измерительных материалов производится в аудиториях. Ранее тиражировались все материалы в штабе и потом пакетировались в конверты и разносились по аудиториям. Учеников готовили к грядущим испытаниям в течение учебного года. Но несмотря на то, что с процедурой ребята знакомы, за написание экзаменов переживают. Для того, чтобы снизить уровень стресса, в пункте проведения аттестации работают преподаватели, которые проходили профессиональную подготовку. Кроме того, при сдаче устной части экзамена по английскому языку, в аудитории подготовки выпускников будут ждать книги, которые они могут читать по каждой очереди. Как отмечают педагоги, некоторые ребята так расслабляются и испытывают меньше стресса. Марат Башаров. В комедии «Жениться вам надо, барин». 21 мая. Филармония. Медицинская клиника докторов предлагает современное лечение ожирения с помощью бариатрической хирургии. Терапевтическое обследование, опытные пластические хирурги, полная конфиденциальность. Хирургическое лечение ожирения в клинике докторов. Если диеты и марафоны так и не помогли сбросить лишнее. Привет. Я знаменитый суп Том-Ям. Я настолько прекрасен, что меня даже хотят включить в список всемирного наследия человечества ЮНЕСКО. Меня готовят только из свежих продуктов. Я очень насыщенный. И порой обжигающе острый. Но ждать, пока я остыну, нельзя. Съешь меня сразу. Встретимся в Том-Ям-Баре. Приходите в центр «Акватория» для мощного и эффективного омоложения без операций на знаменитом аппарате «Морфеус-8». Инновационная технология без операционного лифтинга лица и тела против дряблости кожи, опущения век и нижней трети лица. Признаков старения и не только. Запишитесь на консультацию прямо сейчас по телефону. 59-35-35. «Акватория», улица Магистральная, 36. Там, где есть комнатные цветы, царят уют и гармония. Там, где есть комнатные цветы, есть стиль и индивидуальность. Выберите свои комнатные цветы в магазине «Цветы мира». Популярные и редкие растения в горшках, прекрасный выбор кашпо, а также дополнительных аксессуаров для создания особой атмосферы дома или в офисе. «Цветы мира». Пока козлята играли дома, одни, злой волк планировал их съесть. Кто там? Ваша мама. А вдруг это волк? Давайте посмотрим наш умный домофон. Но козлята узнали злодея. Я открою тебе волк. Мы знаем, что это ты. Ваши дети дома в безопасности. Умные домофоны Телеплюс помогают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова